Совсем недавно разработчики легендарной мобильной РПГ в открытом мире Genshin Impact зарелизили свой новый проект GRPG Hankai Star Rail. Обзор этой новиночки есть у меня на канале, мне она безумно сильно понравилась, и лично для меня по многим игровым аспектам она обгоняет все тот же Genshin. Но сегодня мы будем говорить не о ней, мы поговорим про следующую игру от Higher Verse, которая готовится к глобальному релизу уже этим летом. Игру, которая, как мне кажется, будет еще круче, чем Hankai и Genshin вместе взятые. Ну, как минимум, благодаря своей графике и сюжету. Встречайте, Zen with Zone Zero, будущий мобильный хит в жанре экшн-РПГ от мастодонтов мобильного гейминга китайской студии Higher Verse, авторов полу-любимого Genshin Impact. Ну а перед тем, как мы с тобой, братик, начнем, напоминаю, что в моем телеграм-канале я одним из самых первых публикую свежие промо-коды для Genshin и Hankai. Если ты играешь в эти игры, то не поленись подписаться на мою телегу. Помимо промиков, там выходит и другой, не менее интересный контент в сфере видеоигр. Ссылочку я оставил в описании. Как и во всех выграх от Higher Verse, в ZenZen в самом начале игры перед нами стоит выбор, за кого мы будем играть. По сюжету, если я все правильно понял, потому что игра на китайском, это родные брат и сестра, которые работают и живут в магазине видеопроката. Кого бы вы на первом этапе не выбирали, второй персонаж никуда из игры не денется. То есть, помните, как в Genshin вы выбирали, например, парня и отправлялись на поиски сестры? Или наоборот, выбирали сестру, а потом искали брата? Или как в Hankai, выбирая одного, второго вы больше в игре не увидите. Здесь же второй персонаж никуда не денется. Это, по сути, игровой персонаж, на котором завязана сюжетная линия. И сходу, на что стоит обратить внимание в самом начале игры, это охренительное качество синематиков. Это просто какой-то новый уровень Higher Verse. До этого я думал, что крутые синематики были в Hankai, но нет, ребята, здесь это еще круче. Это стильно, ярко, очень динамично и в такой около комиксной стилистике, а я такое лично очень сильно люблю. Но, несмотря на всю эту крутость, большая часть сюжета по ходу прохождения будет вам подаваться в стилистике графической новеллы. Через адресованные анимированные комиксы и разговорные сценки. Например, вот наглядный пример разговора персонажей между собой. У нас есть фон с локацией и две анимированные модельки, между которыми идет диалог. Все выполнено в лучших традициях самых популярных GRPG. Судя по тому, что я увидел в синематиках игры, в сюжете нас будет ожидать очень много юмора из самых разных роков. Вообще, китайцы, японцы, корейцы в своих работах, будь то манго, аниме или дорамы, они все эти гэги любят. Даже в самых серьезных работах порой встречается чернейший юмор. И тут это будет по всем канонам реализовано. В начале игры вон главные герои прячутся за статуей, которая жопу нам в голову показывает. А тут чувак пытается вынести пуль в непробиваемое стекло. И стрельнув в него, сам себя же и вырубает. Если описывать сюжетку кратко, я бы назвал ее некой такой приключенческой сатирой. Ну а чтоб вам было понятно, это что-то типа китайских стражей галактики. И что-то мне подсказывает, что одним из источников, которыми вдохновляются Хая Верс, именно стражей и были. Да даже этот перс вылит из Звездный Орд. Следующий, самый жирный пункт, это боевка в Зенлес. В прошлой игре от Хая Верс в Ханкае боевка была пошаговой. И многих фанатов Геншина этот факт расстроил. Им хотелось того же экшена, такой же динамики. И несмотря на то, что динамика там в Ханкае по сути и есть, то формат классической для JRPG боевки фанатам Геншина все равно не нравится. И вот всех этих людей, которых это расстроило, я спешу вас сейчас обрадовать. Зенлес будет боевка похожая на Геншин, но не совсем такая как та. Если описывать боевку тут, она больше похожа на стилистику классического слэшера. Этакий Devil May Cry или Hi-Fi Rush. Выглядит все это очень динамично. Для глаз прям сплошное удовольствие. Ну а для кого-то эпилепсия. Видов ударов, как и в других играх у нас несколько. Это обычный удар, удар скилом и такая замена мощного удара. Это ульта и еще классический уворот. Все это дело в лучших традициях слэшеров нужно будет комбинировать. Ульта, как и в других играх, реализована через персональную анимацию. Плюс у каждого персонажа есть так называемый сменный удар. Это такой тип удара, который наносится только при смене персонажей между собой. Вы нажимаете смену, вам дается буквально 2 секунды, чтобы выбрать персонажа. Выбираете, кто будет следующим, а дальше ваш старый персонаж перед тем, как покинуть арену. Наносит свой прощальный удар. Геймплей за каждого персонажа радикальным образом отличается. Например, этот китайский звездный лорд стреляет пистолетом. Не, ну в натуре вылет и звездный лорд. Он очень быстрый и резный. А этот мишка медленный, но при этом очень мощный. Всего в отряде можно будет ставить троих персонажей, а не четверых, как это было в других играх High Averse. Как это и принято, но это сейчас будет не точная информация, а лишь мое предположение, в игре будет система гачи. Хотя какое предположение? Разве у High Averse есть игры без гачи? Как гача будет выглядеть, этой инфы пока что нет. На бетке все персонажи сразу же доступны для игры. И судя по тому, что мы видим, персонажи тут не делятся, как это в Ханка и Генши на простых легендарных. Точно так же, как и там, каждого персонажа мы будем прокачивать. Прокачиваются они через такие же ресурсы, через вот такие вот видеокассеты трех видов. Также имеется система и артефактов. В роли них выступают болванки, ну или CD-диски. Дай вам по прокачке это пока что все, что известно. А, хотя нет, чуть не забыл. Каждый герой тут делится на так называемые фракции. И если вы будете собирать свой отряд из бойцов одной фракции, то это будет давать вам какую-то ачивку или бонус. Типа будет повышена сила удара, скорость, броня, ну и так далее. По ходу добавления обновлений в игру будут добавляться и новые персонажи, и новые фракции. Проработка персов, как это и следует ожидать от Хайверс, на высшем уровне. Все очень красивенько, детализировано. И разнообразность персонажей, мое почтение. Кого тут только нет. И каждый в своей стилистике. Плюс у каждого персонажа свое уникальное оружие. Тут, по-моему, и ближний бой, всеми привычные катаны. И огнестрелы, пистолеты, автоматы. У медведя вон вообще базука. Вне боевых арен мы будем с вами бегать в мире, поделенный на отдельные маленькие локации. Да, мир здесь не открытый, как в Геншине. Он, по сути, такой же, как в Ханкае. У нас есть локации, мы между ними перемещаемся и бегаем, изучаем. В Бетке была всего лишь одна локация. Вот эта вот улица, на которой мы живем и работаем по сюжету. Это что-то типа местного общего хаба. Аналог Звездного Экспресса из Ханкае. По которому можно бегать, болтать с NPC, брать у них сюжетные побочные задания. Тут же у нас есть торговцы, у которых можно покупать артефакты, еду и все прочее. Это, собственно, наш магазинчик, где мы по сюжету живем и работаем. Если я все правильно понял, мы будем выступать в роли какого-то хакера. Опять же, из-за незнания мной китайского языка я могу ошибаться. В магазине мы выбираем уровни и проходим. Одна очень важная особенность, которая лично меня смутила. Для прохождения уровней нам нужна энергия. Вот такая вот батарейка. Если будет энергия, значит будут ограничения, а значит будет и донат. Который позволяет восполнять эту энергию. Я очень надеюсь, что это просто какие-то побочные арены для фарма. Что-то типа виртуальной реальности в Ханкае или бездны в Геншине. Иначе, если весь игровой процесс будет засредоточен на этом, то это будет прямо разочарование. По поводу самих локаций в игре. Как выглядят арены и вообще в принципе окружение. Сеттинг, как я и сказал, мне лично заходит. Я люблю стилистику будущая. Киберпанк мне это все доставляет удовольствие. Претензий к окружению нет никаких. Все красиво, все качественно. Хайвер, собственно, по-другому и не умеет. И по сути это все, что я могу сказать по следующей игре от них. В целом она мне очень внешне понравилась. Но не совсем понятно, что от нее стоит ждать на выходе. По крайней мере сейчас, глядя на то, что было в крайней бетке. Возможно на выходе вообще все окажется совершенно по-другому. А не так, как я сейчас рассказал. Ну а пока что это все. Обязательно ставь лайк, если ролик тебе понравился. И пиши в комментариях, как тебе эта игра. Понравилась она тебе или нет. Ну и вообще в принципе, что ты от нее ждешь. И да, не забудь на мою телегу подписаться. Нам тебя ждут промокодики для Геншина и Ханкая. С тобой был отец Евген. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.